В продолжении темы референдума стоит отметить, что буквально весь мир сегодня обсуждает присоединение освобожденных территорий к России. Реакция руководства большинства западных стран предсказуема. Они негодуют, а вот те, кто боролся за свою независимость, сами поддерживают выбор жителей теперь уже бывшего востока Украины. Так, глава МИД Абхазии Инал Ардзенба подчеркнул, что абхазские власти с вниманием и уважением относятся к волеизъявлению жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. А вот что думают о воссоединении тверичане. Об этом наш следующий материал. Жители ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской области уже сделали свой выбор. Они выразили желание продолжить свое развитие вместе с Россией и получить гарантии безопасности. А как относятся к этому тверичане? Спросим у них. Восемь лет уже они хотят вступить к нам. Еще, если не ошибаюсь, в 2015-2014 году у них был референдум. Наши люди русские. Положительные, так что. Нормально. А как вы считаете, это повлияет как-то на действия спецоперации? Ну, будет видно со временем. Это просто закономерно. А как-то повлияет это на ход специальной военной операции? Да, тоже. Я думаю, что это повлияет очень. Ну, короче, люди будут понимать, за что воюют. Наша земля должна быть нашей. И все. Поэтому, наконец-то, все-таки люди, которые жили на территории Донецкой и Луганской республик, они просто вернутся домой. И все, после всего этого продака. И, честно говоря, мне все-таки кажется, что это надо было сделать раньше. Это очень хорошо, очень хорошо даже. Мы просто Бадину показали вот это. Как говорят горожане, высоединение не только обезопасит освобожденные территории, но и восстановит историческую справедливость. Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что спасение людей на территориях, где проводятся референдумы, является центром внимания России. Этот вопрос стоит во главе угла, отметил глава государства, подчеркнув, что Россия поддержит результат воли и изъявления жителей Донбасса, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Продолжение следует...